И мне нравится Магнитогорск. И я бы сравнил его с Самаркандом. Вот только Самарканд был раньше, а теперь есть столица чего-то непонятного в 330 километрах от любого миллионника. И она нормально дышит и не собирается на тот свет. А почему оно хорошо дышит? Да потому что в городе есть места, ну не выносящие вам мозги. И вот оно такое место. Дешевые колеса дешевле чем где-либо и место хорошее напротив храма Вознесения на улице рабочий. Существует правда, существует кривда. Правда от автостопа. Точнее правильные цены от автостопа. Правильные цены от автостопа они располагаются вот-вот-вот здесь. И здесь цены на автомобильные колеса. Самые дешевые цены. А кривда? Кривда это когда за программой автостоп приезжает человек и по цене автостопа предлагает вам другие вещи. Вот этого я бы вам сказал, что вам не нужно это понимать. Потому как правда это автостоп, а кривда это все остальные. Зайдем вовнутрь. В свое время я думал, что здесь хорому Новориша. Оказалось нет. И понять-то надо. Прямо рядышком открываются центры для типа богатых. И честно, все типа богатые давно себе уже колеса купили, машины купили. А тем, у кого денег хватает на колбасу, молоко, сыр и бутерброд, не нужны такие цены. Вот взять, к примеру, колеса на всю машину. А есть ли такие дешевле 88-сантиметровой панельки? Да, есть. И кстати, не только на 13, но и на 16. Цены у вас просто шикарные, да? И располагаетесь в центре города. Рядышком с казачьей переправой. Причем не надо переезжать в сторону комбината. Если с комбината ехать, получается, налево вы повернете рядышком с храмом Вознесения Господня, либо направо, тут же рядышком. Тут понять-то надо. Какие у вас цены? Вот это вот я и не пойму. Как вы так можете реагировать на изменение цен на автомобильную резину? Цены у нас довольно-таки демократичные. То есть по каждому модельному ряду начинается с самой бюджетной резины, которая рассчитана на более такой контингент. И, значит, самая дорогая, самая брендовая модель. Цены R13, то есть в 13-м радиусе, начинаются от 1450. То есть это, я думаю, что это посильно всем автолюбителям. R14 начинается от 1470. Цена совершенно большая, 20 рублей, да? Ну да. И R15 начинается порядка от 1750. Конечно, все это такие бюджетные модели. Кама такая, как говорится, наша самая простая моделька. Но вполне, значит, на ней можно зимой передвигаться потихоньку. То есть не выкидывая большие какие-то деньги на автолюбителям. Я еще раз сейчас объясню, дело в чем заключается. Кама сегодня, это не кама, которая была 15 лет назад. Надо понимать. Да, совершенно верно. Потому что сейчас все равно все это разрабатывается. Новые разработки, новые технологии. Поэтому даже кама, которая раньше считалась самой такой, это вполне достойная резина, в принципе, на которой можно передвигаться нормально. А теперь я еще раз скажу, что есть такие разные конторы, которые типа продают дорогую резину. Но типа дорогая резина также производится и в России? Ну да. В принципе, сейчас вот весь модельный ряд, который непосредственно представлен у нас, то есть вся, в принципе, дорогая резина, она делается в России. Ну, не считая Бриджтоун, скажем так, Хэнкок, такие отдельно взятые какие-то модельки. А вся резина делается в России. Так же, как и Кама делается в России, так же, как и Нокин делается в России. хотите посмотреть да пожалуйста таких колес то много и понять то надо для всех автомобилей из нужного разряда привез увез да еще и с багажом колеса есть и не надо пырхаться 4 колеса и даже на 16 это практически 10 тысяч рублей ну и вот вам шикарные цены шикарные цены и они вам не говорят о том что вы потратите деньги любые деньги даже 10 тысяч рублей здесь можно потратить представлять я не понимаю кто сейчас 10 тысяч рублей зарабатывает но если у вас есть сумма в 10 тысяч рублей вы абсолютно легко можете себе купить колеса на 13 плюс еще и диски потому что колеса на 13 стартует от цены 1450 рублей колеса на 14 еще дороже на 20 рублей всего 1470 вот еще чуть-чуть дороже колеса на 15 1900 рублей вот и совсем уж дорого колеса на 16 на джипы 2900 рублей теперь про шипы про все остальное вот я тут стою шипы о я таких еще не видел видел всякие разные шипы но трапециевидные это только вот в этом сезоне но конечно вы должны понять что шипы они должны быть и не обязательно трапециевидные любые шипы в реальности сокращают ваши движения до момента остановки поэтому какой вам смысл покупать дорогую резину когда есть замечательная отечественная очень хорошая и классная автомобильная резина ну а теперь туда где вас бы не ждали но это ведь автостоп и он вам должен показать склад и не будем говорить где склад то но он рядом и понятно на скольких автомобилистов привезена зимняя резина да на всех конечно кто-то может докатывать и б.у. но когда вы купили б.у.шную машинку как вы думаете вам зимнюю резинку дали нет ну и не надо печалиться даже на 16 диски вы колеса в чир купите а про то что на дешевых дисках и это совсем легко и не маринуйтесь с кредитами оная сумма это 6 части это не зарплата самого двинутого по деньгам работника нашей железки в некоторых случаях вы можете на новую резину заработать в раз так что не парьтесь место есть есть резина и располагается то место напротив храма тут рядышком и арена металлург вот только надо переехать в старую магнитку и вот вам счастье то и так цены самые дешевые цены вы можете поставить любую резину и ценники не будут такими космическими потому что люди занимаются люди для вас работают а как их найти да найти их совершенно просто за моей спиной ну справа точнее от максима чей слева от максима справа от меня находится храм вознесения господня слева находится арена металлург за моей спиной вот переезжаете и вот понимаете вот шины и диски доехать то достаточно просто приходите возьмете себе замечательные колеса причем не только колеса вы еще и диски можете себе взять единственный вариант ребят но я конечно понимаю что все хотят ездить на машине но надо ездить на дешевой машине а дешевая машина начинается от 13 размеров а вот на 18 ну и это не для вас